ПЕСНЯ Господи, благослови предстоящие занятия, не дай уклониться нам ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных словенств Твоих изложенных в Священном Писании. Боже, дарим Тебя за людей, которые перевели нам слова Твои, сохранили. Плава Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сейчас еще пару человек подключу. На чем остановились? Подсказать можете? Можем. Мы начали соборное послание Иакова. Деяния о смилости Божьей закончили. И сейчас начнем с 7 стиха. Вячеслав, пожалуйста, читайте. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Не слышно меня? Нет? Ну, а ты же, Марин. Я заново прочитаю. Да. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Толкование. Сомневающийся тот, кто далек от твердого действования и недоумевает, сбудется то или иное или нет. Такой не получит, как неуверенный относительно того, чего ожидает. Так, кто помнит, о каком человеке идет речь, давайте. То есть апостол Иаков, кому пишет, братьям, говорит об искушениях. Перед этим, в 6 стихе, допросит с верою, немало не сомневаясь, говорили о сомнении. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. То есть человек, который сомневается. И мы на прошлом занятии говорили о сомнении. Откуда эти сомнения? Об искушениях. О искушениях какого рода бывают от Бога? Такие в виде искушений. Гонения и болезни. Так, глава. Тих. Иакова. Первая глава. Сейчас у меня просят тут написать. Так, ну что, давайте тогда дальше вспомнили, слава Богу. Восьмой стих. Сергей Ильин. Читайте. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Толкование. Двоедушный, находящийся в замешательстве, неустроенный, несовершенный, двоящийся мыслями, лицемер. А путями называет апостол душевные движения, которыми возвышаются надежды, добрые ли то, или недобрые. Как и Давид сказал. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все, и мои известны тебе. Тебе с большой буквы. Псалом 138, 3 стих. Иначе, мужем двоедушным апостол называет неустановившегося, который не стремится крепко ни к будущему, ни к настоящему, но носится туда и сюда и придерживается то будущего, то настоящего. Такого уподавляет он морской волне, не имеющей постоянства, и цвету травы, цвету, остающемуся недолго, но засыхающему, с восходом солнечным. Почему сравнил его не с травой, которая продолжительнее, но с цветом ее, чтобы представить его кратковременно? Почему же назвал его двоедушным? Потому что он не стремится с уверенностью ни к настоящему, ни к будущей жизни. Ибо в Писании душой называется и жизнь. Например, Ио 2, 4. И отвечал сапогна Господу и сказал, кожа за кожу, а жизнь свою придаст, а за жизнь свою человек отдаст все, что есть у него. Удали от себя двоедушие и нисколько не сомневайся просить у Бога. Не говори себе, как я могу просить от Господа и получить, когда столько согрешил против Него. Не думаю так. Но от всего сердца исповедуйся и обращайся к Господу и проси у Него без сомнения. И ты познаешь Его благоутровие, потому что Он не оставит тебя, но исполнит желание сердца твоего. Ибо Бог не помятозлобив и милостив своим созданием. Затолкование закончено. Добавить, может, кто хочет? Найти получше. Нет, я один. Что? Я один. Мне тут и снимать им все надо. Никого нету сегодня. Один за хлебом, другие там... Он устроился на работу этот. Никита-то. Курьером. Ну и слава Богу. Ну пока я подожду. Когда придут, тогда спросишь. Они вот-вот должны подойти. Отошел. Хорошо. Тогда продолжаем. Ни у кого больше нет никаких замечаний, желаний. Так, девятый стих. Тогда. Николай Николаевич, читайте. Если можно, напомни, какая глава. Якова, первая глава, девятый стих. Под рукой его. Храни Господь. Дохвалится брат, униженный высотой свою, а богатый униженый... Да, достаточно. Один стих. Сейчас мы вот на него прочтем толкование. Дохвалится брат, униженный высотой своей. Итак, на этот стих читаю толкование блаженного Фефилакта. Так как смирение признает апостол хранителем всего доброго, и ничто не совершается без него урочительных, то прибавляет. Смиренный пусть хвалится высотою своей. Сомневающегося он уподобляет морской волне, а она от дуновения ветра поднимается и скорее, чем возвысится, опускается. Подобное испытывает и сомневающийся, когда по надмению не утверждает прошений своих, ни на чем не применяемо. Поэтому апостол прибавляет, пусть хвалится брат смиренный. Он говорит как бы так. Кто хочет просить чего-нибудь, тот пусть, во-первых, просит необходимого, относительно испрошения чего, он не может обмануться. То есть, царство Божие и правды его. Матфея 6, 33. Потом пусть просит этого постоянно. Не так, что немного помолился, до тот час и отступился. Ибо это свойственно гордым. Но пусть просит неотступно, терпеливо, ожидая получения со смирением душевным. Да, вот еще какое добавление. Правда, да. То есть, с смирением, а не так, что... Старообрядцы молятся. Господи помилуй, как бы кому-то такое впечатление, что они Господа за грудки берут и требуют у него помилу. А если не помилуешь, я тебе так, такого сейчас уже дам, перца. Брат Сергий. Да. А вот скажи, как узнать, насколько ты смирен? Как узнать, насколько ты смирен? Ну, вообще, просто узнать. Вот, охвалится брат униженной высотой своей. А вот, ты говоришь, гордость и смирение. Вот на спорте его антонимы. То есть, гордый человек, это вот, ну, надеющийся на себя, на Бога своему. Он на свои силы надеется, гордый человек. Бог ему не нужен. А смиренный человек, он просит у Бога. И даже если не получает, он смирение и терпение ждет. И добавляет в молитвы своих, да будет воля твоя, но не моя. Я хотел сказать, о чем? О чем? Ну, здесь нам... Я... Ну, да, давай. Что вот через унижение мы можем понять, насколько мы горды или смиренны. Ну, да. Когда нас унижают и оскорбляют, да, ответная реакция гордеца. Это, конечно, ответить злом на зло, ругательством на ругательство. А смиренный человек, да, он... Супеливо, кротко... Ну, здесь говорится именно... Смирение же тоже разного рода бывает. Здесь смирение перед словом, перед тем, что Бог не отвечает сразу на твои просьбы. Здесь впереди мы говорим, говорится о молитвах. К Господу. Вот. Впереди говорится о молящемся человеке Богу с сомнением. Этот человек не угоден Богу. То есть он просит у Бога, а сам не верит в то, что он всемогущий. Конечно, это Бога оскорбляет. Вот. Дальше человек, допустим, у него сомнений таких нету, но он не получает ожидаемого тот час. То есть он не смиренный. То есть ему, вот я у тебя попросил, да, я верю, но вы мне сейчас и положите. Тоже такой человек не угоден Богу. Говорит, то есть Господь испытывает его еще... Он сам, Господь, долго терпелит и много милостей, и требует этого от своих чад. Требует не совсем уместно, но однако. То есть, как бы так, кто хочет просить чего-нибудь, тот пусть, во-первых, просит необходимого. Вот еще о чем надо помнить. Необходимого. Просите прежде Царствие Божие, а все это приложится вам. А что мы вот слышим, даже вот фильм, притчи, показывает, говорит, а никто в этом храме не молится. Один стоит, думает там о деньгах, другой о женщинах. И только один, единственный ребенок в храме, Господи, вот папа мой пьет, а так тебя прошу, чтобы потом бросил. И с душой, с верой, и со слезами. Вот это молитва угодна Богу. А как узнать смиренную и горделивую, ну как узнать, да, вот. Какой критерий? Врачи, можно сказать? Да, можно. Николай Николаевич, я прошу, врачи. Вот смотрите, милые, здесь очень важный момент, как мне думают, состоит в том, что он дохвалится брату, униженный высотой своей. То есть, каким образом, что он должен делать, чтобы вот это вот унижение высотой своей. Наверное, не в мыслях, не в чувствах, а именно в действиях. Имея любовь, выполнять, проявлять эту любовь по отношению к тем, кто тебя унижает. Наверное, это так. Так, ну еще вопросы по этой теме. Я скажу? Да, 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 давай. А вот святой Иоанн Златоуст говорит, не место, а образ жизни и произволение спасает. Адам раю, как бы, на пристани потерпел крушение. А вот же я среди садамлян, как бы, в море спасся. Вот это внутреннее состояние, как вот и сказал отец Дмитрий Смирнов, что христианство — это не про то, какие люди должны нас окружать, а это, каким должен быть ты, независимо от окружающих себя людей. Важен, какой мир и дух внутри тебя. И вот тут ты определяешь сам. Ты уже, по-моему, за ту планку возвышения не зайдешь. Потому что ты понимаешь, что это уже, тебе есть страх Божий. Ты просто не переступишь. Понимаешь? Отделяешь мирского от Божьего. Все. Наверное, здесь есть смысл упомянуть предыдущий текст. Не думаю, такой человек получит что-нибудь от Господа. Речь, наверное, идет так же о получении именно благодати любви Божьей. Когда вопрос, да, свалится брат, униженный высотою своей, будет уместен. Я думаю так. Спасибо. Да. Так. Ну и все-таки, давайте разберемся же. О какой высоте и о каком унижении здесь идет речь? Что это происходит? Высота духа любви, который должен человек обретать благодатью Божьей. И в этом подтвердиться. А богатый унижением своим, то есть богатый, даже имеющий некое богатство, и здесь подражинается, наверное, в первую очередь, все-таки духовное богатство, унижением своим. То есть он уничижает себя, уменьшает себя, он преклоняет себя для спасения рядом живущего человека, во славу Богу. Наверное, вот как вы думаете? Еще раз повтори, не расслышал. Богатый унижением своим, то есть если мы берем, дохвалится брат унижением. До богатого еще пока не дошли, мы сейчас разбираем 9 стих, дохвалится брат униженный высотой у своей. То есть высотой духа любви, который он должен стяжать в трудах по милости Богу. Тогда вопрос унижения здесь проявляется именно в делах, не в словах, не во внешнем образе, а именно в делах любви к ближним своим. То есть ему причинили зло, а он продолжает любить именно от избытка сердца. Вот как вы думаете? Ну, наверное, так, да, чем переполнен сосуд, в голове. Да, то есть без косенции говорят, что и любится человек. Унижение это искушение, когда унижают. Естественно. Человек, искушаемый через унижение, он тут проявляется как раз, что в нем находится в этом сосуде, в человеке. Найдется ли в нем смирение или только одна гордость? А если гордость найдется, то сможет ли он через эту гордость, ну как, перебороть, что ли, эту гордость и смириться? Когда я говорила, то кто не видел, а мне надо будет, ну... Профончик отключите, пожалуйста, Мария Федотова. То есть, я так понимаю еще, что высота это смирение. А гордость это... Мария Федотова, слышите нас? Мешайте, я вас отключу. Или микрофон выключится. Так, я думаю, надо дальше продолжить. Еще 10-й, 11-й. Сережа, идет сильный шум, кого-то отключите, невозможно записывать. Да, это от Марии Федотовой было, я ее отключил. Так, итак, Якова, 1-я глава, 10-й, 11-й. Так, Сережа, я одной рукой держу пока, позволь сказать. Позволь, да. Он униженный, да хвалится высотой своей, что он не поддался тому, кто его оскорбляет. Он тебя поносит, а ты стой на берегу спокойствия, говорит Иоанн Влатоус. Вот пример. У Наполеона был министр иностранных дел Талеран. Он хромой был и очень талантливый. И однажды Наполеон при всем его штабе начал разносить. Да ты, да ты, мать родную продашь там за один франк. Он все выслушал. Когда Наполеон кончил его отчитывать, он захромал к выходу, снял плащ и уже в дверях обернулся и сказал. Какой великий человек, а как дурно воспитанный, закрыл дверь. Вот это высота, величие его. Он знал, что высоко. Он не прервал, не сказал. Но в конце одной фразы всю его тираду, что он выпустил против него Наполеона, свел на нет. Вот так и сейчас. Есть фраза? Приведи здесь священное писание. А на этот уровень никому не оскорбляйся, не преследуй его. Вот у нас сейчас за нами гоняется тут один поп. Ну и только делов-то. Мы молимся о нем. Да не вменет ему Господь судный день безумия его. Все. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Таня. Вы меня видите или у вас камера выключена? У нас камеры народу много, только аудио. Спасибо. Хорошо. Вы проводите сейчас урок или... Да. Сейчас идут занятия. Через час примерно можно будет задавать вопросы. Сейчас просто слушайте и... Когда я спрошу, вопросы есть, тогда эти вопросы согласны Писанию. Мы проходим Иакова, первая глава. Вот сейчас десятки, одиннадцатые стихи будем читать. Десятые, одиннадцатые стихи. А богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Расходит солнце, настает зной, и зной ему сушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Толкование. Путями называет предприятие в настоящей жизни. Идем дальше или еще порассуждаем? Нет, порассуждаем. Давай. Богатый хвалится унижением своим. Это получается, я, допустим, богатый, самодовольный, самодостаточный человек. И вдруг меня унижают. И вот таким образом я могу приобрести смирение. Если, как христианин, я пойму, что унижение это не идет на пользу. Что оно меня смиряет, и я перестаю быть самодовольным и самодостаточным. Смиряюсь. То есть я хвалюсь этим унижением. И радуюсь тому, что меня унижают. Потому что Бог открыл во мне какие-то гордость мою. Это ломает, то есть мои рога горделил я. Так вот можно сказать. Да, и тут подсказка как бы богатому дается, что скоро все это пройдет. Моль, ржа, там, все. Как цвет на траве. Так же и твое богатство. Как говорится, от тюрьмы, от сумы не зарекать. То есть и от бедности. То есть богатый, ну, в один миг может обанкротиться, и что хвалиться-то этим богатством. 89-й Псалом это все подтверждает. Богатство, я думаю, тут еще можно и материальное, и вообще богатство, что ты просто думаешь о себе высоко. То есть ты думаешь, что ты умнее, или какой-то там лучше, или еще что-то в этом роде. Вы знаете, наверное, здесь есть еще и такой момент, что как бы слово Божье, оно всеобъемлющее, и понятие не только материально богатого, но и духовно богатого. То есть богатый, речь идет о богатом человеке во всех отношениях. То есть для всех богатых. Кто богат материально, на движении всем. Кто богат духовно, трудами своими, любви к ближнему своему. И здесь же ведь нам дается как бы возможность рассуждения. Восходит солнце, наступает зной, и зной усушает кровь, свет ее опадает. То есть если богатый материально, материальное богатство с собой, царство Божие не возьмет. Если духовно богатый, и ты унижаешься, то есть помогаешь, спасаешь ближних своих, то, несомненно, восходящее солнце, то есть царство Божие, приходящее в силу, оно обогатит, оно опалит, отчистит все то, что есть еще, какие-то мелочи, какие-то грехи, какие-то недостатки. Вот, наверное, это. То есть унижение может нам пойти на пользу, а может пойти во вред. Как ты это отреагируешь? Наверное, это так. Вы знаете, ведь мы должны как бы... Вот мы сейчас с вами делаем удивительное дело. Рассматриваем на основании приведенных строчек, приведенного в колоколании из святых отцов, Святое Писание рассматриваем. И унижение помогает тому человеку, который идет по пути к духовному возрастанию, к тому, кто вычится, к тому, кто рогами бодается, сопротивляется. Это в конечном итоге послужит его смирению. Потому что противостоять против милости Божьего и тех же искушений, которые Господь попускает, ни один человек не может. Нет такого человека. Но вот эти слова, они имеют отношение, в первую очередь, к верующим. Неверующий это не поймет ничего. Ну, а Святое Слово, как мне помнится, оно как дано. Для верующих, для своих, для тех, кто посвященный. Ну, вот еще нам пишет Вячеслав, Лука, 18-14. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Да, красота. На словах это хорошо, это рассуждать. А вот когда до дела доходит обычно, тут уже точно проявится все, что у тебя внутри находится. Психануть можешь и раздражиться, и там опомнишься потом, скажешь, да что это такое со мной-то произошло? До чего я докатился? На бедную кошку и то могу рассердиться. За то, что она там мяукает чаще, чем надо. Вот здесь есть, может быть, есть смысл посмотреть, как идти путем смирения. Вот святые отцы говорят, что, в принципе, наши величайшие прути, которые мы можем исполнять в любом состоянии, с рукой, храмой, больной, это молитва. Вот, в принципе, чтобы остановить какое-то искушение в охране, как говорят святые отцы, можно привлекать к крестному знамени, чтобы не было прирожения различных видений, и различных фантазиумов во время службы. А по мере молитвы, наверное, вот, как говорят отцы, мы восходим в эту степень благодати Божьей, которая потом как бы сама отражает нападение рукава. Ну, если я не ошибаюсь, сказано о трех ступенях. То есть, молоначальный, потом как бы корыстный, потом тяга божьей. И когда гаспорт сам радует для человека. Я прочитаю, вот, Евреям 5.14. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувство навыком, навыком, приученное к развлечению добра и зла. Тут тоже навык должен быть. От навыка опытность и так далее. Вот здесь как раз вот эти ступенечки. Сначала нужно себя понуждать, то есть проявлять свою свободную волю, чтобы все-таки идти, подвязаться на этом путь Божьей. Заставлять себя смиряться, просить прощения, иначе без покаяния нам невозможно спастись. Потом появляется навык в результате того, что мы себя принуждаем. Навык по мере того, как мы трудимся, если я не ошибаюсь, превращается в образ жизни. А потом уже наступает тот момент, когда ангел Божий просто руководит человеком. Спасибо. Так, ну что, идем дальше? Или еще у кого-то есть? Ну, еще это... Римлянам 5.3. И не сим только... Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения — опытность. От опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия извилась в сердца нашим Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ну, это к этому ко всему, что тут слова нужно произнести, но еще и должен быть опыт. А опыт приобретается не в одночасье. Бывают и ошибки, бывает, что это и падения всякие разные. Конечно, и нужно покаяние. Беспокаяние как? Ошибся, покаялся, исправился. Да, и вот Сирахов, вторая, тридцатая глава, «Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь бесчестие на душу твою, ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди собраний за то, что ты не приступил экстренно, а искренне к страху Господню, и сердце твое полно лукавства». Так, продолжаю. Вячеслав, 12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Толкование. «Мы сказали, что искушение двоякого рода, и что терпение полезно в каждом их роде. Апостол, помня о молитве Господней, внушающей нам безопаснейшее, то есть, чтобы мы молились, дабы нам не впасть в искушение, возвращается к объяснению того, какое искушение от Бога и какое от нас, от нашего произволения. Впрочем, хорошо и следующее. Господь и Бог, взирая на большую немощь человеческой природы, предложил молиться об удалении от нас искушений, так как ученики его были еще далеко несовершенны. Но когда познанием его воскресения и вознесением на небо немощная природа наша укрепилась, то брат его по плоти научает уже не бояться искушений». «Получается, что искушение нам приносит пользу. Без искушений мы бы не знали, что мы из себя представляем». То есть, в молитве, Отче наш, мы молим «Да не веди нас в искушение». То есть, Господь учеников своих научает бояться этих искушений, не лезть на рожон, в силу того, что природа немощная. Но по мере возрастания в вере, в духе, вот брат уже, Яков, учат нас не бояться искушений. Но и нигде, я думаю, святые отцы не учат искать себе этих искушений. «Испитай меня». Это вот Иов, может быть, единственный, который требовал от Бога. А вот, напомните, о чем речь-то я сейчас не могу выразить. «Ответа». Что? «Ответа». «Ответа». То есть, он чувствовал за собой непорочность, и когда друзья его, «Вот это вот тебе за грехи». Он, «Нет». А здесь вот искушение, то есть двояко. Давайте вспомним, какого рода искушения бывают. Двоякого рода. Кто помнит? О чем речь? Какого рода искушения бывают? Искушение от Бога и от человека. То есть, от Бога – это когда, предположим, гонения какие-то, болезни могут быть от Бога посланы. А второе искушение – это от человека, когда мы искушаемся грехами, то есть, какими-то плоскими, не знаю, прелюбодеяния, блуд, воровство. Это искушение, которое сами на себя мы навлекаем. Оно не от Бога. Если можно, вот в следующей строчке говорят. Про искушение никто не говорит, Бог не искушает. То есть, Бог не искушает, он пропускает искушение, чтобы не были первыми. Брат Сергий, попроси Игнатья Тихоновича прокомментировать. Да, Тихонович, пришли братья, нет? Да, пришли. Дело в том, что Бог не искушает, добавляется слово «злом». Злом не искушает. Болезнь не является злом, если мы нужный вывод из нее делаем. Кто бы знал, насколько праведен Иов, будущий богат, делал добро, если бы не проказа. И вот теперь, Иоанн Затауз говорит так, как у человека ребра, как стропила. И он шкуру содрал с него, тело, он скоблил себя черепком. Он дважды подходил к Богу и старался показать Иову, многострадальному, в худшем свете. Но после второго подхода, третий раз, Сатана не подошел. Иоанн Затауз говорит, через эти стропила он увидел сердце, сияющее ярче солнца, и, закрыв ладони руками, Сатана бежал. Вот опыт. Иоанн сам про себя этого не знал. Искушение оказалось не по силам, и начался ропот. Но в конце он говорил, полагаю, руку на уста мои, да. Я без смысла слова говорил. Вот теперь пришел полный опыт. Вот о чем Солженицын говорит. Когда арестовали, я дорогой хотел крикнуть, что меня ведут в метро, эти вертухаи. Напрасно арестованный капитан артиллерии. Потом подумал, а кто услышит? Пять человек? И вот он наконец вышел, и вся вселенная услышала, и рухнул этот колосс на глиняных ногах. Опыт, о чем сейчас говорили. Отсюда и приходит искушение, это было от Бога. От Бога. Иначе опыта бы не было. Не было успеха работы среди заключенных, если он не был бы в тюрьме. А остальное, понравилась вещь, главное искушение, это язык. Хотя больше всего падает именно на плотском вожделении одного пола, там другому, или как там называется, прелюбодеяние, блуд. Вот, промолчал, один раз пожалеешь, а сказал, сто раз пожалеешь. Зачем сказал? Первый вопрос нужно всегда решать, не искушаться. А я знаю. Вот человек находится в тюрьме, спорит о делах, которые известны ему. Он верующий. Так охота сказать, прям, ну, неправильно говорят. Даша, рассуди. Ты сказал, и уже один сделался врагом. Тот-то потерпел поражение в разговоре. Тебе это надо? Углубись в молитву. Перешагни через это. Искушение подошло через твои знания, через спор, которые рядом. И каждый раз вот так высчитывай. Нигде без последствий не бывает. Ничего. Даже легкое прикосновение, взгляд. Почему? Уже в сердце твое вошло. Можно лежать под одеялом, и руки в крови будут. Почему? Ненавидящий брата. А чтоб ему повылазило. Все. Это уже заповедь страшная нарушена. Вот почему здесь говорится, остальные искушения от человека, человек искушается злом. Отомстить, сказать, унизить. А от Бога это уже говорили об этом. Надо запомнить хорошо. Искушение от Бога. Человек заболел, от меня не зависело. Ну, могла бы Раиса Максимовна у Горбачева не болеть. Нет, заболела лейкемия, никакие Германии никто не поможет. А какой вывод сделать? Дальше это будет видно. Все. Ну и гонение, конечно. Павел хотел бы быть на свободе. А его увезли в Рим, и два года сидит в темнице. Два года. Сколько бы он сделал, не рассуждая об этом. Бог знает. Кабы не темницы, не было бы половины послания его. Отошел. Тринадцатый стих. Да. Да, пожалуйста, тринадцатый стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает со злом, и сам не искушает никого. Толкование. Натали, микрофончик отключите, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Все. Если искушение двоякого рода, то почему апостол поставляет теперь всякое искушение вне воли Божьей? Но примечай, Он не сказал искушенный, но искушаемый. Кто через грех или воздержанную жизнь сам изобретает себе искушение, и как бы в постоянной буре погружается в опасности, искушается не от Бога, но от собственной похоти. Ибо кто победил нашедшее искушение и сделался тверже, тот уже нелегко поддается искушениям, особенно исходящим от него самого, потому что на свободе от искушений постоянно склоняется к жизни более любомудрой. Вот тут уже от твердости это победит. То есть победил некое искушение, уже стал тверже, и в следующий раз уже это искушение тебе не будет так временно, так скажем. Ты его с легкостью победишь. Этого опытность наверное происходит. Так это не надо. Кто-то надежды надежды не постижает. Искушается от собственной похоти. То есть Вот здесь да, похоти 14 стих дальше будет. Давай порассуждаем еще одну. Нет, я толкование смотрю здесь. Ну, он читает 14 стих и толкование. И сейчас все же давай. Давай. Но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Все это свойственно естеству толкования. Все это свойственно естеству смертному и земному, которому усматриваются изменения и переменчивость. Эти первичные свойства нашей природы. Похоть же и грех, и рождающаяся от нее смерть для души стали бы стали как бы ступенями погибели человеческой. Ибо похоть, найдя место пристанища, соделала грех, который родил смерть. И только искоренив оно через покаяние мы полагаем начало другой нашей жизни. Искоренив оно через покаяние. То есть о чем оно, что это? Похоть она. То есть человек прежде чем сделать грех, он в мыслях, он хочет его сделать. Хочет, но в то же время понимает, что это грех. И вот тут такое испытание человека, борьба внутренне происходит. Сделать грех не сделать. Это вот ступень. Первая. Так, знаете, сказать, не сказать, что-нибудь сказал. Вот смотри, Сергей, похоть, найдя место, пристанище, соделала грех. Где она найдет место, пристанище? Ну, в человеке, конечно. И человек соделал грех. Он пал. И что ему делать? Некоторые вот убегают и, как, допустим, в пустыню, там, икаются всю жизнь. Плачут о своем соделанном грехах. Но тут, а другое, допустим, он поблагодарил Бога за то, что Господь попустил ему пасть, и что он увидел самого себя, насколько он слаб и немощен. И опять встал и пошел дальше. То есть, он покаялся и одновременно поблагодарил Бога за все, что было с ним. Эта опытность уже рождается. и так он идет по жизни. То есть, вот даже можно за то, что ты пал в искушение и совершил какой-то грех. Тяжело бывает, конечно, каждый из нас испытывал, что такое грех, что такое падение, что тут хочется даже это, ни с кем не хочется общаться, уйти от всех, куда-то спрятаться там и просто это, ну, рыдать, что ты совершил, что наделал-то. И тут может напасть уныние, тоска на человека. И тут надо как-то себя пересилить, а как? Ну, вот, можно вот даже найти благодарность Богу за это, что вот за такое искушение, за то, что пал, что увидел самого себя, какой есть. тогда легче вставать и идти дальше. То есть благодарить можно за все и за это тоже. Можно сказать одно слово? Вот в описании состояния человека одержимым бесами, когда Господь вышел на берег, там встретил его одержимым бесами, то есть каждый грех, это, в общем-то, его носителем является конкретной злойду. Поэтому вопрос искушения, наверное, нужно акцентировать на том, что человек, имеет некое пустое место, не заботится о его сохранении, о святости, там, духа своего, души своей. И вот вес греха входит в него по его делам. Здесь, наверное, вот как раз и есть же, похоть сатана, сатана, они противники добра. Понимаете, получается как? Похоть превращав рождает грех, а сделан грех рождает смерть. То есть на пути борьбы духовном не существует остановок, нельзя как на полустаночке выйти на остановочку, там, переждать и сесть в следующий противень. Событие происходит каждое мгновение, непрерывно, не останавливаясь. И вот здесь вопрос в том, чтобы остановить похоть, чтобы остановить искушение, человек должен как бы духа греха, ангела злобы, заместить с духом Божьей грехи. Наверное, вот так. Тут дело в том, что человек гордый, и он всегда стремится к тому, чтобы самому победить и грех, и искушение, и похоть, которая в нем начинает жить. А вот тут как раз получается ошибка, что он надеется на свои силы собственные. И тут получается, и тут начинает падать он. И через падение он познает свою немощь. А когда он познал свою немощь, он увидел, что он немощен, и что он не может победить грех. И он обращается к Богу за помощь. Он кричит, просит помощи. И вот тут получается, он получает свободу. То есть, в теории и радость состоит в том, что когда человек претерпевает зло, допустим, заболел, который, как более интересный, или впал и искушение духовное, да, человек, несомненно, пытается сначала эту неопытность и сам преодолеть. Но дело в том, что уникальность дара Божьей жизни для нас в том, что мы живем, исповедовались, участились, покаялись, потом мы опять впадаем в грех. И вот подходит какой-то момент, Господь попускает нам, чтобы мы поняли, что сколько мы не делаем, так мы не депутимся, как бы у нас ничего не получается. И мы начинаем от них, Господи, Господи, не можем, погибай, помоги Господь. И вот в этот момент, Господи, каковет милость, мы по своему желанию действительно ничего не можем без милости. Второе послание к Ариппинам, 12 глава, в 10 стихе, апостол Павел говорит, «Я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Слава Богу. Вот стих Иоанна 5,18, первое. «Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Вот этот стих напрямую относится к тем, что кто получил рождение свыше, потому что он может приобрести столько, кто освобожден от власти сатаны, примирился с Богом, сатана над ним не властен. Но он себя может не сохранить, этот человек. Или сохранить может. Если он себя хранит и наблюдает за собой, что какие ему приходят искушения, какие помыслы, то сатана и к нему не прикасается. А если он себя не сохраняет, то, естественно, он начинает падать еще в худшие грехи и так далее. мы понимаем, что помыслы это показатель нашего духовного состояния. Мы каждым внутри определяем, на что-то раздражаясь или нет, а какой я вообще, а верующий или нет. И вот видишь свое отношение это, а следуя стопам Христовым. Именно помыслы, именно внутри, даже не внешнего, как-то мы если можем проявить и показать что-то. Мы можем скромно где-то отнестись к чему-то, где-то промолчать все, и никто не увидит. А внутри ты себя вопрос себе задашь, а каковы твои помыслы? Какой ты внутри? Честный ты по отношению веры Христовой или нет? Хорошо. В принципе, Александр, спасибо. Вот сейчас было что человек должен приучать себя к моменту исповедания собственного греха перед сном своим. Как есть дневниковые записи, допустим, святого праведа Иоанна Кронштадтского, который каждый день записывал те или иные события, происходящие в жизни его. И если это было грешное деяние, греховное деяние, он тоже молился ко Господу об изглаживании этого прегрешения. Вы знаете, вот один батюшка говорит так, что если ты хочешь становиться на путь совершенства, просто заведи тетрадочку или листочки и просто сделай что-то, тут же запиши, маленькие блокнотики, кармашки, а вечером прочитывая, как бы идет вот эта вот оценка, но уже именно как бы с духом Божьим, когда ты оцениваешь, вот это хорошо сделает это плохо. Спасибо. Мне что еще хочется сказать, есть категория людей нерожденных свыше, которые считают, что у них такой лозунг жить, грешить и не болеть, то есть они согрешили, сходили на исповедь, причастились и опять этот же грех, вот каждый год одни и те же грехи, помимо ступят, крутят, мутят, полагают на их людей, и опять речь не об этом конечно и у нас идет, но надо не забывать, что такие люди есть, они называют себя христианами, они называют себя православными, вот, и им нужно просто преподать учение о рождении свыше. Михаил сказал, да, рожденный от Господа не грешит, но хранит себя и лукавый не прикасается от Господа. Вы вот так же написано испытываете самих себя, верили вы. Вы знаете, наверное, есть момент некой неточности рожденной свыше. Если мы берем основание церкви нашей, то рождение свыше для нас каждого это святое крещение помазанное святым миром и запечатление святым духом во святом причастии. В Евангелии есть такие слова, есть рожденные от Духа, сейчас минуточку, есть рожденные от крови, от желания мужа, значит, от плоти и рожденные от Бога. То есть рождение от Бога, мне будет в этом случае говорится о том, что относится к тем избранным Божьим, которые просто не совершают грехов, а как праведники в рождении своем несут слово Божье проповеди, как пророки Божьи, как многие святые, которые от рождения были или посвящены Богу, или избраны Богом. Наверное, так нет. Потому что рождение от Бога для нас это крещение, а избранные Божьи в рождении это святые, которые не грешат. все испытывали грех. Иоанн креститель был таким избранным Богом. Написано ничто нечисто не войдет в царствие Божье. То есть человек, который осознанно грешит, нерожденный свыше, он не войдет в царствие Божье. Есть понятие греха тоже. Осознанный грех и неосознанный. То есть человек осознанно знает, что он грешит и идет на грех. А есть ну как человек споткнулся упал в грязь. Но он замарался же. Он споткнулся он нечаянно это сделал. Неосознанно. Тогда патауст учит не отчаивайся сколько раз спал столько и встал чтобы отчаяния не было. А ничего у меня не получается я все равно грешу и сомневается в помощи Божьей. Вот впереди читали. Просит у Бога Господи избавь меня от какого-то греха сейчас не будем называть. А нет избавления. Он начинает отчаиваться. А Господь учит проси проси прежде Царство Божие то есть Царство Божие внутрь вас есть. То есть ты уже не раб греха а раб Бога Царство Божие Он Царь Твой Ты Его исполняешь волю а не волю Сатану. Поэтому и лукавый подходит тебе предлагает какой-то грех через человека а ты мертвый для греха мертв для греха ты рожден Нужно этого делать. На стадии уже зарождения похоти в мыслях только посмотрел на женщину с вожделением уже пошел каяться за то что посмотрел с вожделением захотел позавидовал украсть уже пошел все у меня был такой помысл а таких помыслов у рожденного свыше мне кажется уже и нет у человека он чистый он живет без греша вот а есть такая же категория людей крещенных миропомазанных но без научения без катехизации о них тоже не нужно забывать тоже называются православными во грехе живут не думают даже как-то избавляться их это устраивает устраивает и священники им вестят до экономии до снисхождения все так а кто жил когда по Ивану все грешат не переживай я тебя прочищу и в рай попадешь вот какое опасное учение заблуждение утверждение твоих слов от Исаия 26 глава 3 стих твердого духа ты хранишь в совершенной мире ибо на тебя уповает корн можно мне тоже вставить что-нибудь а можно можно вот как бы говорим много да о грехе и что мол мы не грешим и начинаем осуждать других людей а вот господь это апостол Иоанн говорит в своем послании в первом если говорим что не имеем греха обманываем самим себя самих себя и истины нет в нас если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды если говорим что мы не согрешили то представляем его лживым то есть его с большой буквы Бога и слова его нет у нас Сергей согрешили оно в прошедшем роде а не в настоящем согрешили и согрешаем согласись это разные вещи рожденный от Бога не грешит здесь и сейчас написано если говорим что не имеем греха не имеем сейчас настоящее время обманываем самих себя вот обманываем самих себя да апостол Петр в 50 был возрожден свыше рожден свыше на него сошел Дух Святой или нет или он остался таким каким он был до этого конечно сошелся сошелся да апостол Павел кого обличает пред всеми говорит что мы же не такие как мы же как язычники грешники из язычников говорит это он Петру говорил апостолу Петру Петру да апостол Павел апостолу Петру. А я что, не так сошел, что не апостол Петра сошел в Дух Святой? Вот. Однако его обличает. Он говорит, что ты грешил. Грешил он, грешил. То есть человек, он может согрешить, и будучи рожденным свыше. Другое дело, что есть такое покаяние. И он должен видеть свои грехи, видеть свои грехи. А говорит, что вообще не согрешает. Но есть такое понятие, Блажен муж, и же не уменит Господь греха. 31 Псалом. Вот. Блажен и же оставившийся беззаконие, и же прикрышийся грехи. Да, мы знаем. Ну, 31 Псалом. Это одно дело. Но говорит, что вообще мы перестали грешить, и все, и мы не пожители. Да еще такие, что начинаем осуждать православных всех, вот такие вот греша. Да откуда мы знаем чужую душу? Бог в сердце и венец. Мы превращаемся в фарисея. который говорит, благословит тебе, Господи, что я не такой, как все и мы так. Ну, что же мы рассуждаем о чем, братья? Нет. Есть эмоции. Камень. Камень не поймал. Давай. Александр. Именно Сергей-то сказал именно о физическом произношении греха, осаделании его. То есть, помыслы, конечно, они неотвратимы в каждой голове, потому что мы не можем заставить голову не мыслить. А сатана всегда будет что-то подсовывать, показывать еще что-нибудь. Вот здесь ты найдешь отвернуться, найдешь, потому что ты силен перед этим. А вот кто-то слаб, мы не фарисеем сейчас, а действительно кто-то слаб и вроде как верующий человек. Смотри, вот на стройке люди работают. Я работал, видел. И он раз, из-под тяжка это в карман или в сумочку. Он подойдет и скажет, ну, как же ты это делаешь? Понимаешь, тут вот физически сделать, осознавать или просто помыслить, это тоже большая разница. Я говорю, грех греху разница. Если человек поворует, называющийся братом остается блудником, с таким даже и не есть вместе. Вот о чем речь. Его надо научить сначала, показать ему на основании Священного Писания, что это грех, это смертный грех. Я этим и занимаюсь, в отличие от фарисеев. Фарисеев учили, но Господь говорит, они, говорит, учат, а сами это не исполняют. Не, ну, фарисей говорил до определенного правильного момента. Я то делаю, я то делаю, я то делаю. Пока он не сравнил себя, сказал, а вот этот мы так, вот здесь он себя превознес, вот здесь уже грех зародился. А пока он говорил, что он делает, это, я думаю, он делал. Братья, здесь есть момент какой-то. Изначально падение Адама и Ези во грех, мы все от рождения грешны. Поэтому в Евангелии сказано, что мы должны научиться привычкой и навыкам различать добро и зло. Поэтому, наверное, есть смысл нам оставить обличение и осуждение, что кто-то грешит, потому что мы все во грехе. Первый момент. А второй, нам и дается Святое Слово Божье для того, чтобы мы возрастали в радости, в любви, в безгрешной жизни. Спасибо. Здесь я не согласен. То есть вы осуждение и обличение в одну строчку записали. То есть я грешу. Допустим, я, да, когда-то грешил. И теперь я что, не могу никого обличать, потому что я сам грешен? Написано, если ты видел брата согрешающего, выговори ему. Ра. Другое. Если, в чем лицемерие-то заключается? Ты видишь сучок в глазе брата своего, а бревна в своем не замечаешь. Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, а потом узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата своего. Так надо вынимать или не надо? Безусловно, надо. Иначе Бог с тебя спросит, что ты брата своего от греха не остановил. Это будет не осуждение, это будет обличение во благо брату. А если я промолчал, видя, что сестра, допустим, у меня ворует, и я промолчал, что и на мне грех будет. Исайя 44 глава, 22. Слово обличение, в смысле, перед людьми нельзя осуждать брата своего. Обличить между им и тобою, в светом писании об этом сказано, даже надо, я словно и согласен. Спасибо. Ну, дальше-то там тоже продолжение идет. Если брат покаялся, приобрел ты брата своего, а если нет, призови двух-трех. Если при двух-трех не каяться, скажи в церкви, если в церкви не покаяться, то будет тебе, как язычник и мутарь. А как раз об этом и есть. Спасибо. Ну, вот. Можно я скажу? Вот Исайя 44 глава, 22 стих. «И сглажу беззаконие твои, как ума, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». И если даже, вот смотрите, мы кому-то сказали, там, сделали замечание один на один, то все. Но человек, если человек страха Божия его не имеет, он слова твои пропустит, так, поймет, вот все, и сотворит все свое. То есть, здесь личный подход каждого. Имеется страх Божий перед этим? И там же еще сказано, если согрешит против тебя, брат твой, выгод, если он против церкви согрешает, если он называет себя православным, а при любом действии, я знаю, и что, я буду молчать, что ли? Грех, он и есть грех. Украл ты 5 рублей, или украл ты 5 миллионов, суд-то не в сумме. Суд в совершении поступил. Вот этот грех. Согласен. А так, получается, что мы в нашей церкви все грешные, многогрешные, и я тоже буду грешить. Понятно, что все мы, я говорю еще раз, грех, грех хурой. Да. Поэтому не надо так. А ты сам грешно на себя смотри. В этом я на себя смотрю, я не ворую, поэтому я любого вора могу обличить, я не прелюбодействую, я любого прелюбодея могу обличать. Я не завидую. Судин, это не так. Есть слова, что согрешил ты в одном, согрешил во всем. Это, конечно, получается момент, что мы как бы сейчас, простите, говорим о том, кто лучше, кто хуже из нас. Вот есть же духовные моменты, когда ты идешь по пути возрастания благодати Божьей, то чем ближе к Господу, тем больше начинаешь понимать свою греховность и невозможность осуждать ближнего своего из-за того, что сам грешен. Простите. Смотря в чем, смотря в чем осуждать. Если я грех блуда победил, я вижу, что со мной блудник, и неужели я ему не скажу? Если я перестал воровать, да неужели я промолчу? Если я стал платить десятину, да неужели я промолчу? Если я сам не плачу десятину, конечно, я ему не скажу. Он самого рыло в уху. Так, что у нас следующее? Час прошел. Час прошел. Вопросы теперь можно задавать не согласно писанию, а вот, пожалуйста, кто желает задать вопрос? Я Игнатий Ихановичу задать вопрос. Пожалуйста. Игнатий Иханович, вы начитывали житя святых, и хорошо знаете их. Подскажите, скажите, вот святые, как относились к рабству вообще над людьми? Они ратовали за то, чтобы это рабство было уничтожено, или пускай оно остается, и жить в таком состоянии можно? То есть отношение святых к рабству такое было? Правильное то, которое было указано апостолом Павлом. В каком звании призом, в том и оставайся. Но если можешь сделать со свободным, освободись. То есть можно было выкупить, как Тараса Швещенко, а можно было хозяину чем-то угодить, и он пообещал и дал свободу. Вот ответ. Только согласно священному писанию. А если какие-то святые говорили вопреки этого, значит их мнение как бы не существовало, его нету. Потому что оно оказалось неверное. Вот вы сейчас рассуждали об этом согрешении. В одном месте написано не грешит, а в другом месте говорит, что не грешит, как раз этим и согрешают. Надо помнить всегда, что это два периода жизни. А вы в одном их слепляете, у вас еще не получилось в разговоре. Одно то, которое было до обращения. Иногда человеку говоришь, первым покаяться надо. Первая часть покая это рождение свыше. Это не крещение. Крещение это третий завершающий акт. Первое, признание погибшим грешникам себя. Второе, уверен, что за тебя должен кто-то был умереть, это Христос. И третье крещение. Третье счастье. Так вот и здесь. Неверующий говорит, а что я сделал? Я ничего не сделал. Чужого не брал, жене не изменял. В чем мне каяться-то? Вот им апостол Павел говорит, что нет человека без греха. Нет, все согрешили, все лишены славы Божьей. Под это все попадают, все. И тогда говорит, а как же Божья Матерь? Тебе не надо рассуждать. А когда говорит, не грешит, и дьявол не прикасается к нему, это речь идет об уверовавшем, рожденном свыше, омытым кровью Христа, который причащается тайн Христовой. Вот о нем, это вторая часть, и к нему дьявол не прикасается, он не может смотреть на него, как от его бежал. Вот допустим, говорят, каждая душа по природе христианка, это изречение Тартулиана. А куда вы его берете? Это от рождения, когда первый человек был сотворен. Сегодня рождается ребенок раб, от рабов. Об этом написано у Иова. 14 глава, 4 стих. Кто рождается чистым, от нечистого? Точка. Ни один. Точка. Ни один. Вот теперь другое. Душа сегодня по природе язычница. Он только родился уже в своей прихоти. Мать говорит, ты смотри, услышал мои шаги, уже крик поднимает. Накормленные. Что ему надо? Это язычница рождается. А у первого христианина она была по природе христианка. Надо разбирать. До и после. Павел говорит, когда я жил без закона, и люди сцепляются. Вот видите, он беззаконник. Он говорит о человечестве вообще. Он не о себе говорит. Он ни одного дня не жил без закона. Я в Парисея от Парисея из колена Вениаминова. По правде законы не порочны. В Ветхом Завете не порочны. А это ни худа, ни мало там было, а 631 правило. И он ни в одном не имел согрешения. Так здесь действительно так. Но у него силы тогда не было, которые ныне дают Дух Святой. А когда неверующий говорит, вот такое бы изречение есть. Люди подходят к Иоанну Златоусте и говорят, мне тоже говорили такое, ну вот верующий ваш, а я знаю неверующих, а как живут они целомудренно. Друг другу не изменяют. Они такие хорошие, лучше ваших верующих. Иоанн Златоуст говорит, для того, чтобы быть нравственным, для этого три условия должно быть. Три. Первое, что Бог показывает, за грех ты будешь гореть. муха вечная ждет. Тебя рая не видать. Это здорово удерживает. Он говорит, обещание будущих благ менее содействует спасению, чем угроза огнем. Вот человек, когда верит в это, это правильный путь. А когда я люблю Христа, а не испытал муки ада, Игнатий Бринщин говорит, начни сначала. Живи, как Пимен Великий говорил, ум держи в аде. Если бы я не уверовал, где бы я был, Господи, да почему же ты жизнь мою не прервал? Я был часто при смерти, почему ты меня не убил тогда? Я бы в аду уже сидел, горел бы. Вот это надо помнить. У верующих это узда. Почему Надежда Константиновна Крупская говорила, религия узда для масс, узда. Ее скинули. Второе, чтобы быть нравственным, обещание будущих благ. Верующие-то все эгоисты. А, вы делаете собственный рай, зарабатываете. Правильно. Но наш эгоизм идет через уничтожение эгоизма и жертвенности по отношению к ближнему. Накормили, напоили, посетили. А неверующего нет. И третье, вспомоществующая благодать Божия. Вы уже очищены через слово, которое я говорил вам. У неверующего нет слова. Вы здесь имеете обречение в церкви, в слове Божьем. Они не имеют. И несмотря на то, что он причащается, и несмотря на все, иногда падает. Да еще как падает. Иоанн Златоуст говорит, если эти три условия обещания муки за добро, награды и вспомоществующая благодать, он падает, то что говорить про того, у кого ничего этого нет? И о том, что есть верующие неподобно ведут себя, это я и без вас знаю. А то, что неверующие поступают правильно, увы, этого сказать я не могу. Иоанн Златоуст. Вот я когда насчитывал, то одно житие святых, оно меня загнало в угол. Это мог быть я. Я его просчитаю частично. 4 марта, по старому стилю, Яков постник. Яков много, но один был постник. По его молитве дождь на засуху падал. И вот дальше написано. В возрасте за 60 лет с ним произошло великое падение. Он изгонял бесов. И они, богатые, привезли к нему девицу, их в ней был демон. Он помолился, демон вышел. Но они боялись, что он снова войдет. Они решили ее оставить. И дальше случилось невиданное. Дьявол так искусил его, что он изнасиловал ее. И перепугался. Она расскажет. И убил ее. И снова перепугался. И тогда вытащил труп ее и бросил в реку. Совершив насилие на девице, оставленной у него до исцеления. Он от страха разоблачения убил ее и затем утопил тело. Покинув ее единение, отчаявшись спасения, решился на самоубийство. Дьявол говорит, тебе нет спасения. И вот ему встретился монах, который привел его к себе, утешил, умыл ему ноги и направил на путь покаяния. И он снова в келье запечатался. И Бог снова вернул все до рыщи до творения. Вот о чем говорится. Но это такой редкий случай. Единственный на 1173 жития. Вы рассуждали правильно, но сделайте разделение. Что согрешают, все согрешили. Речь идет до уверования. Про уверующие Павел уже нигде не кается в грехе. Нигде. И у Петра мы этого не видим. И когда я противостал Петру, это не означает, что он согрешил. Апостол Павел говорит, Петр и Павел это два вала, запряженные в один плуг. Но если мы одного завалим, плуг остановится. Наша задача показать, что Павел не превысил полномочия и показать, что Петр не согрешил. И он апостол Златоуста был адвокат. И вот он как это все показывает. А они как бы, потому что об этом договорились. Ты знаешь, Павел, ты при всех обличи меня, что я стал таисте, язычников, с ними ел, а теперь не могу. И теперь другие иудеи подражают этому. Я ради них это сделал. Ты мне обличи, а я буду молчать. А они поймут, что если уж Петр молчал, то нам делать нечего. Прости, Господи, мы язычникам зазирали за зря. Видите, как надо тактично, умно подходить ко всему. Вот ответ. Тогда еще один вопрос в лоб. Ну, тогда скажут нам, ну как же, вот вы рожденные свыше, вы не грешите, а на исповедь вылите, кажется, четыре раза в год. Вот сейчас я еще тогда просчитаю. у меня симфония, которую я составил. Здесь интересный момент. Внимательно послушаем. 29 октября житие. Если кто может, запишите по Демитрию Ростовскому за октябрь Авраамий. Это очень удивительный человек. Он, когда ужинал, к нему дьявол подходил и сосуд опрокидывал. И было такое, что однажды он запел. Разве ты так поешь, мурлыхаешь? Вот как петь надо, когда сатана, это дьявол запел, ну бес, демон. И вот есть такая поэма у Лермонта, Михаила Юрьевича, демон. Когда он соблазнял Тамару, а он, ангел, напевал ей небесно напевы. А демон подошел и с той стороны услышал, у кельи-то стоит ее. Слеза из глаз тяжелая катится. И ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень слезой, жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. Вот это вот очень точно он подметил. Какое раскаяние, когда мы видим, когда подлинное раскаяние у кого-то идет. И вот Авраамей, он как раз был такой, когда при нем запел демон. Казалось, небо содрогалось. И дальше у него была с ним вместе в соседней келье племянница Мария. И приходил молодой монах и она слышала, как он проповедовал. Но одно время он удалился куда-то, а он пришел ей и напел и совершил грех. И ее бросил. А Аврааме уже видел, ему было видно, что появился какой-то там крокодил, змей поглотил голубку. И тогда, когда она покаялась, дальше говорится, Мария вернулась, падшая племянница его, в затвор и плакала. Плакала так, что наше покаяние напротив ее покаяния только тень. Когда с работы возвращались люди, на поле работали, они все содрогались. А что так нужно каять? Ну я не знаю так, нет, но достаточно, вот даже попутно я еще скажу, 3 апреля или так, 6 июля даже, Сесой Великий. Его спрашивают, сколько времени нужно для покаяния? Ответ, 3 дня достаточно. 27 августа Пимен Великий, сколько времени нужно для покаяния? А они не договаривались, он говорит, 3 дня достаточно для покаяния, а иногда покаяния 3 минуты достаточно. Но что, подлинно осознать, все-таки почему-то разные святые, и при том Сесой Великий и Пимен Великий, а с прозвищем Великий, с большой буквы, было только за 20 столетий 17 человек всего, даже на столетии одного нет. На это надо обратить внимание, отвечать именно так. Если согрешает где-то человек, то за этим что следует? А вот дальше написано, Бог допускает падение 11 сентября Феодора, да будет выше покаяние. Ну, в народе говорят, не согрешишь, не покаешься. Это не так. Дальше, Ян Дамаскин 4 декабря. За прислушание, изданный от старца, считал себя как бы изданным из рая. Ему советовали перейти от послушания другого, но он не захотел. Слезами раскаяния через непринятую эпитемью он был принят. неприятную, непринятую неприятную. Ему сказал этот, руками вычести нужники, то есть сортиры, туалеты. А рука была такая у него, которая была отрублена и потом приросла по молитвам. И тогда Божья Матерь ступилась и сказала, как ты не устыдился, какую руку он чистит-то. И тогда он его простил. А за что он его так наказал? Кто знает? Настоять, который у него был руководитель-то. А за что он его так наказал, Яна Дамаскина? И почему Божья Матерь ступилась? Ян Дамаскин был талантливый композитор и поэт. И когда его принимал, Ава и сказал, чтобы ни одного стихотворения не писал, не гордись, и музыкальное произведение, чтобы не было и не пел. Но в это время случилось, что там у них умер один брат. И второй брат пришел и говорит, я утешиться не могу. Дай мне утешение. И у него рука сама написала песнопение. Не спешите меня хоронить. И дальше что получилось? Тот брат-то начал напевать, а Ава услышал. Ты откуда-то взял не от Яна? Пришлось сознаться. И он его решил изгнать за непослушание. Непослушание-то какое? Во-первых, он несправедливо запечатал таланты такие. А во-вторых, несправедливо наказал за того, кто утешил. Вот тоже надо разбираться. Неприятное было у него. И поэтому все сошлось как надо. Всем это послужило на пользу. А первое время казалось невыносимо. И когда Солженицын выходил из тюрьмы, он говорит, благословляю тебя тюрьма. Я бы никогда таким не был, если не тюрьма. А она меня сделала таким. Вот тебе искушение. Это Александр Савич говорит. Это было очень на пользу каждому, кто идет в тюрьму. Ты пришел и повтори, я пришел умереть. И никто на тебе проехать уже не сможет. Никакой сексот, никто тебя не собьет. А чем ты напугаешь, когда я пришел умереть? Так и здесь. Я умер для Христа. Мы два мертвеца, мир для меня, мертвый я для мира. И тогда все кончилось. Два мертвеца друг против друга не грешат. Я для мира умер. А вас что, это не соблазняет? Глядеть не могу. Настолько мне это противно, что в мире делается. Одеваться вот это противно, повторяю, противно. Это слова святых. Вот и все. И поэтому верующий в Сына Божий не грешит. А мысль мелькнула, когда за это никто не судит. Он раскаивается какого агафон. Все. Вопрос? Брат Игнатий, прости, Робби, Николай. У меня такой вопрос. В окружении все говорят надо покаяться, надо покаяться. Какие действия входят собственно совокупно в понятие покаяния? Потому что покаяние это метанория, изменения. Что входит в какие условия? Условия и действия человека. Что является покаянием? покаянием это означает обращением сознания греха и поворот в другую сторону. Обратите, как они понимают там по-грешески метанория. Вернуться где? И святые советуют найди где? И тогда тем местом ты больше никогда не проходи. А не так, что жил в грехе женщина, а я ее буду спасать. Забудь такие мысли. Она тебя утопит на подходе с порога еще. Даже не звони, не говори ничего, если был грех. А греха не был, вопрос по-другому. Осознание, что это греховно, а ты можешь осознать это только через Дух Святой, когда Он трогает совесть. А это тогда будет, когда ты знаешь Писание. Вера отслышания, отслышания не от побосенок, которые поп рассказывает или кто-то, а от Слова Божия. Это нужно очень хорошо усвоить. А вот в этом надо каяться. я в этом не буду каяться, я его облечил справедливо. А вы против Патриарха говорили, я написал достойные слова ему. А сегодня призываю молиться, на Патриарха будут сильно идут нападки, он нуждается в помощи молитвенной. Ничего он при открытых дверях не сделал смертельного. А что там было, мы знать не знаем, я так уже попутно говорю. Люди не понимают, а вы вчера говорили, вот он то. Вчера то, что было, а сегодня другое. Все. Может быть, покаяние включает в себя состояние раскаяния, что согрешил, осознал грех, исповелился и потом причастился. И вот именно благодати Божьей происходит изменение. Может быть, так, брат? Нет, не так. Потому что если ты покаялся, то существует эпитемья, наказание. Вот человек пришел и говорит, я убил и зарыл, никто не знает, 18 лет. А надо ли открывать теперь, когда это было, ну, как остров, фильм. Он думает, что убил, стрелял-то этот, стал Анатолием-то, монах-то этот, мамонов-то, Петр играет его, Лунгина, Павла. Ну, вот, какой грех и сколько. Женщина сделала аборт. Да сегодня вообще ни за что не считается. Как будто, говорит, поела и рот оперла. А второе правило Василия Великого, отлученная на 10 лет. Какое причастие? 10 лет. Два с половиной года она не имеет права в храм вообще заходить. Вся непогода, все на ее голове. Вторые два с половиной года, первое называется что? Кающиеся, плачущие. Второе, припадающие. Третье, по два с половиной года, находит слушающие, разрешается там быть. А четвертые уже это, но не причащаться. Там слушающие, раскающиеся, там четыре ступени. Ах, это четвертое, купно стоящие, купно, то есть вместе стоит до конца, они выходят соглашенными, но не причащаются. При обильных слезах разрешается епископу снимать с нее одну треть. Ну, одну треть, то есть, сколько там получается, три года, примерно, а семь лет на ней остается. Это никто не имеет права меньше давать. Так, а никого не будет в храме, да и не надо. Иоанн Затаус говорит, если без эпидемии допускает священник, он гибнет сам и кого допускает. на указание на эпидемию стоят вселенские соборы. Полторы тысячи епископов на всех соборах. И кто такой сегодняшний епископ против них-то? Ну, маленько, надо думать. Вот и ответ. Покаялся, получил эпидемию, теперь пкайся, молись и жди своего срока. Обрат, Игнать, здесь не получается покаяние. Без милости воли человек сам ничего не может сделать. Вот я же привожу пример, спрашивая о чем? Отаскается человек в своем грехе, пошел исповедоваться, значит, через священника Господь разрешает его от грехов и в причастии пожигается и очищается человек, имеет возможность возрастания Духом Божьим. Без причастия невозможно, то есть вот эта совокупность действий, а сам по себе человек покаяться не может, то есть измениться сам человек не может. Так, у нас будет спор, я вам возвестил, что если он совершил грех, допустим, был колдун, но Кашпировский раскаялся, раскаялся, а был до этого крещеный, 18 лет, как вольное, добровольное, с подготовкой убийства, а не так, вот он покаялся и причастился, 18 лет, 18 лет отлученный, и тут уже умудрить не надо, а причастие, причастие для жизни дается, а жизнь наступит у него тогда, когда он покаялся, а в полноте, когда соединится со Христом причастие, а причастие, когда кончится пятимья, а если он заболел смертно, канон, при смерти смещенник, даже прошел один год только, он должен его причастить, а он выздоровел, все, 17 лет снова накладывается на него, то, что не добрал. Нет, 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 стоп, 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 если он причастие смерти исцеленник, посмотрите основание правила апостола, его Господь прощает, ибо исцеление духом святым произошло, значит, простили всем так, я ответил вам, все остальное не по канонам церковным, а это только духа святого, поэтому мне не надо ничего больше говорить, если канонов нет, православия никакого нет, шалман, вот то, что мы видим сегодня, пульпа через порог хлюпает туда и сюда, никто ничего не знает, гибнет тот, кто допускает его, тут рассуждений никаких не надо, надо покорность, а я желаю на зеленый свет ехать, езжай, но на красный не езжай, это дорого обойдется тебе, тебя собьют, и по-другому никогда не было никогда, а царь покаялся, покаялся, но дверь в храм закрыта, вспомните житие святого в Росе, и это не у него только было, и у она златоуста, так она покаялась цариса, покаялась, за ее грех положено три года стоять за дверями и весь сказ, вот у нас в общине, у нас если такое случилось что-то, ну, случилось, она отлучается по полной программе, а никого не будет, да и не надо, зачем, зачем в церкви ад устраивать, четко и определенно, человек выпил, ну, выпивает, отлучается, на сколько, на два года, пост нарушил, нарушал пост, покаялся, все, на два года от причастия отлучаются, вы что думаете причастие, через причастие смерть входит в человека, если недостойно причащается, многие больные немало умирает, смерть, поэтому святые отцы установили эпитемию, Сераха говорит, все мы под эпитемиями, а сегодня даже говорить нельзя, покаялся, сразу причастился, в дамке сразу, ловко, тогда церкви-то христово никакое не было, притом все вселенские соборы говорят об этом, все, до единого, не надо нам умничать здесь, мы попадаем в число выброшенных из церкви, вне церкви ты можешь это делать, а в церкви тут определенные правила, каноны. Брат Ильянов, вы допускаете ошибку, говоря покаялся и можешь причащиться? Нет, покаяние происходит именно с причастием, покаяние, не для ноги, покаялся, это означает, что он вступил в период эпитемии, а Бог простил, он простил, но ему это дается, это дается, вот Давид согрешил, покаялся, ему три казни сразу Бог дал, три выбирай, там семь лет, там три года, три месяца или три дня и выбирай, и он выбрал то, чтобы наказали только не его, а других, тоже хорошо выбрал, но это пророк пришел, а я, при чем тут, меня Бог простил, он ему сказал, я виновен, ему сразу Напан говорит, и Бог простил тебя, простил, а дальше, но дитя умрет, а дальше, это не все, Бог простил тебя, но царство будет отнято от тебя, и сын поднимется на тебя, на волоске от смерти пройдешь, Бог простил, но без наказания не оставит, это Бог так говорит, накажу я в 88-й псалом, каждый грех, каждый грех, конечно, наказанный, то, что царь согрешил, он именно исповедовался, и Господь его разрешил, но грех должен быть наказан, совершенно верно, вы сейчас что, хотите, чтобы он покаялся, или так думаете, он простился, плакал, и после аборта, на другой день причастилась? Нет, нет, смерть не грехи, причастие только простите, или без смерти, не да. Еще раз говорю, 10 лет, вы претензии уже никому не будете иметь, дело идет слишком серьезно, второе правило, Василия Великого, в книге правил, если эти правила забыты, никакого православия нет, то надо идти в другое место, я разговаривал, вот у нас 7 недель пост, Великий, я спрашиваю, сколько у католиков, он не понимает вопроса, почему, так, минутку, один день всего, так, говори, с миром. Ну, то есть, подытожить, что хорошо, учение, что причастие, хорошо от грехи смертной, оно не верно. Отошел. Так, тут позвонили, выезжает, просит, призегали, заболевая. Это, видите, если вы не научены этому. Николай, тут вот какое дело, если мы люди православные, вопрос вообще не надо задавать. Сказано, на этом все отошло. Когда вы обратились к митрополиту Ионе, это святой, митрополит Иона Киевский, и питьевья долго, он говорит, святые не показали пощады, от нас ее не будет. Против кого ты пойдешь-то? И никогда по-другому не было. Не было. А сегодня, поэтому ничего в церкви нету, мир и церковь, они не отличаются друг от друга, а тогда отличались. Он плакал, слезах, вот я сейчас считал, как она плакала. Люди шли по полю и рыдали, слыша ее покаяние. Вот как. Вот один, тут считаем, сильный монах был, и что-то осел у него заупрямился, и про все. Он не выдержал, и кулаком бахнул ему в ухо-то, и убил осла одним кулаком. Так он каялся 30 лет, в келью не заходил, только на улице спал на хворосте. Но это слишком. Да, слишком, но не слишком для старствия небес. Например, оставил 30 лет за осла. Вот ведь как дело-то обстояло. А мы-то какие против них-то? Ростом пониже, духом пожиже. Сергей, вот ты сказал, что при счастье не сглаживается грех, это большая ошибка, иначе при счастье в смысле теряется. Учение о том, что без эпитемии прощается грех, без эпитемии. Это, ну, сказали же, священник, допускающий до причастия без эпитемии, сам погибает. Сам погибает. Погоди меня, погоди. Прощение греха, да, а изглаживание и возрастание человека в Духе Божьем возможно только при счастье к Духам Святым. Понимаешь, мы ему. Иначе не бывает. Иначе смысл при счастье просто теряется. Так, уже сказали об этом. Николай, давайте об этом не будем говорить. Нет, значит, нет. Значит, вот этот бедлам в церкви нравится, но Господь будет судить все-таки не по этому положению. Почему я не противлюсь этому? Даже в мыслях никогда не придет. Почему? Так было в церкви всегда. Всегда. независимо от того царя. Вы настаиваете на свое, подтвердаете возможность от причастия. А при счастье речь идет только о том, что отлучен от при счастье. Именно об этом речь идет. На 10 лет за один аборт. А сегодня за 10, на один день не отлучают. Ну, что спрашивают? Это вне церкви? На этом заполнили церкви. Писание рассуждаем, а не церковь обсуждаем. Так, мы сказали. Вы книгу правил читали? Да, читал, слава Богу. Она в действии или она не нужна? Помилостив более всегда в действии. Ну, раз нет вопроса, если время тратить не надо на это, тема не возвращается. Или признаю, или не признаю, то да или нет. Я его признаю. И на этом все. Признаешь или не признаешь, зависит от того, что мы знаем и что мы говорим. Так, ну все, Николай, это уже крепко засевший в человеке. Убрать из мозгов. Трудно будет, но надо. Вот в этом надо покаяться. И принять эпидемию за то, что противился каноном. Время. Так, все. Двое. А не господь, вовсе. Так, все, кончилось. Молите. Помогите сильное тихонечко, как споем. Достойно им без права и тени, благословите Богородицу, преснованы Бога и тени Порочнину, и Матерь Бога нашего, чистеньшим и ровным, истаннейшим и странные и святки. Безыслей и обоих слова рожьем и святки. Отец наш небесный Господь и Бог, Ты послал на землю Сына Твоего единородного Господа нашего Иисуса Христа, Который взял на Себя грехи мира и наш грех и умер на Голгофском кресте и пролил Свою причистую кровь. И Ты сам сказал, создам церковь мою, которую назвал Нежной Голубицей. И ничто греховное в ней не будет. Помоги нам это осознать. Дорожить церковью православную и не искать своего. Господь, мы просим Тебя, дай нам страх Твой перед Тобою и о том, что сказано в Святой Библии и о чем учили нас святые отцы. Имя Твое Святое до них улица через детей Твоих. Тебе, Боже, слава и хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Более. Более. А ты вещай нас, Сережа, сразу. Сережа, сразу. Аминь. Аминь. Продолжение следует...